Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Решила снять небольшое дополнение к видео обзору сорта Ринет. А то я когда делаю фото, на которых очень-очень много плодов, многие говорят, что это похоже на фотошоп. Вот это сорта Ринет. Я показывала вам, когда он еще был незрелый, там одну или две созревали. Вот теперь хочу показать, как он выглядит, когда томаты начинают массово зреть. Чтобы не были голословными мои слова, что это урожайный, что он буквально облеплен весь томатиками. Вот это у нас Ринет, который ультраскороспелый. Он спеть начал давно, но я дождалась специально, чтобы было массово, чтобы вам было видно, что видите, он весь кустик, он кустик небольшой. Плоды я говорила, уже 70 до 100 граммов, но он буквально весь-весь-весь обвешан вот томатиками, плодами. И еще дальше тут поднимается, они еще будут тут поспевать. Может быть, даже еще какой-то сверху образуется. Но вот сейчас наглядно видно, что это действительно вот такой маленький-маленький стойкий томатик, который может дать вот этот крошечный кустик, супердетерминантный, штамбовый, может дать вам много томатов. Он тем более допускает загущенную посадку. Если вы в каком-то уголке посадите всего 10 кустиков ранних скороспелых, вот этих ультраскороспелых, вы посмотрите, сколько томатов вы можете получить. Причем используется везде, и в салаты, и в засолку везде. Вот это ультраскороспелый сорт Ринет. Я его давно уже рву, уже семена с него есть. Но вот этот куст я показала, чтобы вы увидели, что он действительно отдает очень дружно и очень большой урожай. Ну как, большой для него, потому что он совсем маленький, 30-40-50 сантиметров, не больше. Весь увешан плодами. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Все о сортах. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Набирайте город Бейск, Алтайский край, моя фамилия, имя, и все там материалы можете смотреть. Посадите, пожалуйста, вот такой себе сорт Ринет. Особенно в регионах с холодным климатом. Он морозостойкий, он переносит небольшие заморозки, и после обмерзания, после обморожения, он снова отрастает и снова начинает плодоносить. Все. Продолжение следует...